Я для себя сформулировал так его популярность. У него необычное сочетание очень глубоких мыслей, философии и музыкальности стиха. Конечно, композиторы не могут пройти мимо. Я спою три песни на его стихе. Тихо, сумерки, бабье лето, чёткий, чистый, щенящий звук. Будто дерево рубят где-то, я засыпаю под этот звук. Звук происходит в минувшие веки, звук этот слышится век назад. Ходят весёлые травосеки, рубят-рубят вишнёвый сад. Они идут, попирая травы, они топорами обличены. Я знаю, они травосеки правы. Эти деревья обречены. Но птица вскрикла в ветках, хрустла и в медленном угасании дня. Что-то вдруг невозможно, грустно, как дождь охватывает меня. Дополнен, нету, что быть в обиде. Я посторонний, я ни при чём. Рубите вишнёвый сад, рубите. Он исторический, а при чём? Он оказался сегодня лишним. И значит, ему наступает срок. И снова снятся ли вишни-вишни, красный-красный лишний сад. Субтитры создавал DimaTorzok